Эти, говорит, шаманы, вот эти вот, будь они прокляты, да, проклятые вот эти вот преступники, он говорит, когда мы же все, говорит, помним, что они творили здесь, Алханюрте, Урусмартане, сколько людей они здесь убили, и стоящий на фоне Апти Алаудинов, он как раз житель того самого Урусмартана, где это все происходит, где, как говорит Кадыров, было убито много людей, он это подтверждает, то есть после этих слов Кадырова, он даже такой, одобрительно кивает, да, все, конечно, мы помним. Когда Даудов говорил с тобой по телефону и говорил, что даст тебе полную безопасность Чечне, говорил ли он правду? Он так убедительно это говорил, слушай, но он также убедительно говорил на этих похоронах, что он бы никогда не призывал бы людей ехать на войну, сам сидя в безопасности, он бы никогда не отправил своих детей учиться в Кембридж, а чужих детей воевать. Вы не поверите, но Шаманов после нашего прошлого ролика про его дружбу с Иудовым в тайне от Кадырова написал нам письмо. Кадыров, у меня для тебя еще одна очень важная информация, касается она твоего руководителя, председателя твоего парламента, Магомеда Даудова, более известного по фамилии Иудов. Так вот, помнишь то самое видео 2015 года, где ты с этими бородатыми ребятами общаешься? Я тебе его показал в прошлом эфире. В этом видео, помимо Студеникина, ты также говоришь еще и про Шаманова. Вот этот отрывок, где ты говоришь про Шаманова, давай я тебе его покажу для начала. Эти, говорит, шаманы, вот эти вот, будь они прокляты, да, проклятые вот эти вот преступники, он говорит, когда мы же все, говорит, помним, что они творили здесь, Алханюрти, Урусмартани, сколько людей они здесь убили. И стоящий на фоне Апти Алаудинов, он как раз житель того самого Урусмартана, где это все происходит, где, как говорит Кадыров, было убито много людей. Он это подтверждает, то есть после этих слов Кадырова он даже такой одобрительно кивает, да, все, конечно, мы помним. То есть здесь ты, Кадыров, очень хорошо, как бы свое отношение к Шаманову, ты прям показываешь его, что он преступник, что он проклятый. Ну ты не представляешь, что за твоей спиной делает твой председатель твоего парламента, этот Магомед Иудов. Представь себе, я тебе сейчас покажу фотографию. Вот, вот эта фотография, нет, для начала, вот смотри, это общая фотография. Здесь на этой фотографии изображен, вот под этой стрелкой, видишь, это как раз Шаманов. Чуть ниже ты можешь увидеть, даже на бумажке написана его фамилия. Если на всякий случай ты его вдруг не узнал, я тебе покажу его крупным планом. Это тот самый Шаманов. Так вот, оказывается, Шаманов занимает сейчас, не должен, возглавляет, в общем, Российскую Ассоциацию Героев. Он у них там президент этой ассоциации. Так вот, посмотри еще раз на этот общий план. Как ты думаешь, кто вот этот человек, под этой стрелкой стоящий, с краю, находящийся непосредственно в этом президиуме, рядом с Шамановым? Это твой председатель твоего парламента, Магомед Иудов. Прикинь, Кадыров, ты называешь Шаманова проклятым преступником, человеком, на совести которого так много убийств, ни в чем не повинных мирных людей, в Алфанюрте, в Урус-Мартане. А твой председатель твоего парламента, человек, который называет тебя братом, ты называешь его братом. Поэтому, представь, он за твоей спиной в это самое время, оказывается, дружит с Шамановым, оказывается, он еще и его брат. А у них там еще, прикинь, какая тема, он же тоже герой России, ты тоже герой России, Шаманов тоже герой России. И Шаманов, он прецедент вот этой ассоциации российских героев, и этот Иудов как бы по этой теме с ним побратался. Прикинь, он с ним в этой ассоциации с Шамановым находится, вместе встречаются, они там какие-то конференции проводят. Вот эта, кстати, фотография была с очередной такой конференцией, где они вместе собирались, представь, что-то там вместе обсуждали. Все это происходит за твоей спиной. Я думаю, тебе нужно обратить на это внимание и наказать этого Иудова. Поскольку мы заговорили про Иудова, я хочу еще один момент показать про этого товарища. Когда умер Юсуф Тимирханов, он является односельчанином Магомеда Иудова, тогда на похоронах Тимирханова такую пламенную речь произнес Магомед Иудов. Я вам сейчас покажу небольшой отрывок из той самой речи. Послушайте его внимательно. Я думаю, что это не так. Здесь Иудов говорит, мне было бы стыдно, говорит, самому сидеть здесь, говорит, где-то, в общем, сидя где-то, кого-то, других людей из Чечни, молодых ребят, их призывать ехать на войну, на которую я сам, я, говорит, не иду, я, говорит, сам сижу в безопасности. Мне было бы стыдно, говорит, туда отправлять людей, призывать их туда ехать воевать. Мне стыдно было бы, говорит, своего сына отправить в Кембридж учиться, а чужих детей отправлять воевать, отправлять их куда-то на войну погибать. Так вот самое интересное, что между этими событиями несколько лет прошло, началась та самая военная спецоперация в Украине, и это уже Иуда в наши дни, вот как он отправляет на эту войну чужих сыновей, чужих детей. Почему? Как вы понимаете, после этой пламенной и напутственной речи сам Иудов не сел вместе с этими отправляемыми туда военными, не сел вместе с ними в этот грузовик или автобус, чем их там отправляют, и не поехал в Украину воевать. То, за что он порицал кого-то несколько лет назад на тех самых похоронах, то, за что он упрекал, то, чего он презговал, говорил, что он бы никогда такого не делал, прошло несколько лет, и он уже отправляет людей погибать в Украину, а сам туда не едет, сам сидит в безопасности. Чужих детей, он говорил, своих детей в Кембридж, а чужих погибать, но почему-то своих детей, опять-таки, Иудов туда не отправляет. В Кембридж, правда, они тоже не поедут, но по другой причине, там санкции и так далее. Но они, по всей видимости, будут учиться или учатся где-то в каких-то других российских, по меркам России, престижных вузах. Воевать, погибать в Украину, его дети почему-то тоже не едут. Вот такое вот противоречие у твоего председателя парламента, Кадырова, он тебя позорит, поэтому тебе надо срочно либо его куда-то переместить, либо как-то публично его за это наказать. Но это требует какого-то твоего вмешательства, твоих каких-то действий. Давай, сделай это, покажи нам, что ты не позволишь ничего подобного. Особенно за Шаманова очень обидно, что он за твоей спиной тружит с этим проклятым, как ты говоришь, преступником. Пожалуйста, как-нибудь отреагируй на это. Вы не поверите, но Шаманов после нашего прошлого ролика про его дружбу с Иудовым, в тайне от Кадырова, написал нам письмо. Я его зачитаю. Значит, имейл. Приветствую Тумсо, буду краток. Прямо сразу чувствуется по-армейски. Видел твое видео, где ты рассказываешь, что якобы мы с Магомедом Иудовым, которого ты называешь, точнее Магомедом Давудовым, которого ты называешь Иудовым, дружим за спиной у Кадырова. Ты утверждаешь, а твое утверждение категорически неверно. Как ты мог предположить, что я, генерал-полковник Вооруженных сил Российской Федерации, герой России, буду водить дружбу с предателем вроде Иудова? Ты что, думаешь, я не знаю сущность предательства? Да ни один из этих героев России, в кавычках, говорит Шаманов, не стоит и грязной портянки моего солдата, патриота России. Посмотри внимательней на фото, которое ты демонстрировал, и обрати внимание, куда я посадил этого предателя. Вот здесь нужно, наверное, показать нам эту фотографию, посмотреть. Я посадил его в конец, чтобы знал свое место. Ты никогда не увидишь подобных ему предателей рядом со мной. И действительно, как вы видите, Иудов находится в самом конце. Шаманов не посадил его рядом с собой. Ты показываешь в своем ролике кадры, где Кадыров называет меня мерзавцем и проклинает. Что ж, я разберусь с этим. Я разберусь с этим потомственным предателем. Он ответит за эти свои слова и впредь будет фильтровать речь, говоря о своих государях. О себе, видимо, говорит Шаманов. Честь имею, генерал-полковник Шаманов. Кадыров, я искренне приношу тебе свои извинения. Я хотел стукануть тебе на Иудова, рассказав тебе, что он дружит с Шамановым у тебя за спиной. А получилось, что я стуканул Шаманову на тебя. Но я не хотел этого делать. Поэтому я заранее хочу принести свои искренние извинения. Не нужно меня искать, не нужно задерживать моих родственников, находить меня, заставлять меня извиняться. Я и так добровольно извиняюсь. Я не хотел создавать тебе проблемы с Шамановым. Ни в коем случае. Я наоборот хотел, чтобы ты создал эти проблемы Иудову. Чтобы ты знал, что этот человек у тебя за спиной вот такие вещи творит. Ну а получилось наоборот. Теперь, возможно, у тебя будут какие-то неприятности с Шамановым. Как бы там ни было, если от меня что-то будет требоваться, чтобы помочь тебе в разрешении этой ситуации, я готов тебе помочь. Можешь тоже написать мне имейл. Я могу зачитать его в эфире. Когда Даудов говорил с тобой по телефону и говорил, что даст тебе полную безопасность в Чечне, говорил ли он правду? Он так убедительно это говорил. Слушай, но он также убедительно говорил на этих похоронах, что он бы никогда не призывал бы людей ехать на войну, сам сидя в безопасности. Он бы никогда не отправил своих детей учиться в Кембридж, а чужих детей воевать, погибать на войне. Но, как видишь, отправляет чужих детей, отправляет воевать, своих не отправляет. Сам не едет воевать, а других призывает. Поэтому сам решай как бы доверять, стоит ли вообще ему верить. Субтитры создавал DimaTorzok